Электросамокат Электросамокат Этап познания этих правил Мы проводим школу вождения Она состоит из нескольких этапов И позволит освоить основные правила По вождению электросамоката Для того, чтобы сделать наш город Еще более комфортным И еще более безопасным Одним из первых в ряды учеников записался Армен Анашахназарян Он опытный автолюбитель Но иногда, чтобы не стоять в пробках Пользуется кикшерингом Самокат надо учиться Потому что все равно надо уметь регулировать Плавно пользоваться Иногда катаюсь Но каждый раз Каждый самокат по-своему себя показывает Естественно, и при этом Навыки, маневры Тормоз, понять скорость Соответственно, как тормозное включение Думаю, что это важно И очень желательно Для больших городов Электросамокатом может воспользоваться Любой совершеннолетний гражданин Важно помнить, что за рулем даже такого транспорта Запрещено находиться в состоянии опьянения Всем, кто прошел обучение в школе вождения самокатов Напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения Напоминаю участникам дорожного движения Что, когда они находятся в электросамокате Они являются пешеходами Следовательно, должны соблюдать правила дорожного движения для пешеходов Это передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам Не мешая участникам дорожного движения Не выезжать на проезжую часть И при переходе проезжей части спешите с электросамоката и переходите его пешком. Обучение вождения электросамоката проводится в рамках реализации Самарской муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы с целью предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. Продолжение следует...